Все лицо у меня красное. Здравствуй. Как дела? Рассказывай. Такой веселый ты какой-то, мне кажется. Да, очень веселый, знаешь. А, ты у нас блогер. Я с Ки, а ты откуда? Я с Дагестана. Ты у нас блогер, да? Да, конечно, конечно. Не видно ли еще? Да нет, я увидел вот кнопку сзади, думал, ну, значит, наверное, блогер какой-то. Я так понимаю, на какой-то прямой трансляции? Да нет, трансляции. Не знаю, к твоему сожалению или нет, у меня нет. Ну хорошо. Как вообще остановка? Чем занимаешься? Каким блогерством? Занимаюсь? Хотел спросить, с какого вы города будете? Я с Дагестана говорю. Именно город назовем? Это что, город или что? Нет, именно город тебя назовем. Город Избербаш. Избербаш. Вау. Какое интересное название. Что за название, знаешь? Избербаш? Почему он так и называется? Ну, с самого начала история-то большая. С самого начала вообще это был город нефтяников. Вот. И как раз таки здесь, в этих краях, отсиживал Пушкин. Пушкин еще, помните? Вот. И здесь у нас есть гора, которая называется в честь него Пушкин Тау. Почему? Потому что, можете даже загуглить, очень похоже на силуэт Пушкина. То есть часть этой горы при определенном ракурсе очень сильно похожа на силуэт Пушкина. Вот. И поэтому так. Жили здесь нефтяник и все дела. Нормальный город. Маленький, удобный, приятный. Вот. А в каком году основан? Что еще раз? В каком году основан? А, ой, честно, я точно не помню. Он не такой прям старый. Сейчас секундочку посмотрите. У меня тут тоже по работе кое-что. В целом, появился и город, когда основан. В 1949 году город Избербаш получил статус города. Именно. Это типа основан тоже в 1949? Ну, получается, нет. Это был нефтяник. Из-за жили нефтяники в этом городе. Ну, так в каком году основан? Именно в 1949 году он получил статус города. А так это было как поселок, скорее. Ну, хорошо. В каком году поселок тогда был? Сейчас найдем. Самому интересному слову. Отчасти. Видите. А, вот. 1932 год. О. Вот это уже что-то похоже. На правду. Ну, прекрасно. Нефтяной город. Вот. Понял. Такой, да. Маленький город и молодой довольно-таки. Угу. Да. Понял. А кто, может, знаете, кто вообще здесь проживал до этого? Вот этот поселок же, вы говорите, тогда был до этого еще, да? Да. Ну, таких и знаменитых личностей прям не знаю. Единственное, только Пушкин. Вот. Что еще? Такие больше не этот. А вы уже говорили, да, что означает город сам, название из Бребаш? Такое интересное. Как переводится вообще? Какой язык? У него было несколько названий. Первое, это связано что-то с Пушкиным. Это было вроде бы на Аварском. Угу. На Аварском, да. Вот. Угу. Понял. А еще какая версия? Сейчас смотри, вот. Первым, это исходное, заметил путешественник по Кавказу, знаменитый французский писатель Александр, Александр Джуна. А местные жители, к слову, изберг добавили баш. Угу. Что означает голова. А, ну да, точно. Баш — это голова. А изберг? А, след горы на голове. Ой, след головы на горе. То есть, из-за нашей горы Пушкин-Тау. То есть, Александр Джуна, писатель, заметил, что наша гора похожа на российского писателя Пушкина. И он дал ему это название. То есть, его называли просто изберг, местные жители. Изберг. Изберг. Его назвали просто как, типа, гора. И он добавил баш. Типа, и так качался. Изберг-баш. Так я же как раз, да, за это и спрашивал. Кто же, кто эти местные жители, что сказали изберг? Нефтяники. Которые добывали здесь нефть. Так, а кто они были? Названия, вроде же, не русские названия. По национальности кто они были? Ну, народ, да. Какой здесь народ проживал? Я же ты спрашиваю. Были и русские, и наши дагестанцы. Это я знаю. Странно. Ну, дагестанцы. Дагестан — это земля. Там есть куча народов. Вы один из них назвали. Абуарцы. А еще кто? Дагестанцы — это не народ названий. 56 наций, друг. 56 наций. Ну, и вот я за это спрашиваю. Я тебе Сени назову. Да. Сейчас, секундочку. Опять что-то по работе. Ох, какая беда. Так, все, тут. 56 наций. Абарцы, лизгины, кумыки, даргинцы, лэкцы, табасаранцы. Так, название... Только я сейчас знаю. Название, то есть... Улу-избар. Слышали такое? Улу-избат? Да. Избар. Да нет, нет, не очень. Ну, у вас избербаш. А, это Улу-избар. Улу-избат. Ну, может, это Улу какое-то или село какое-нибудь? Да, поселение, абсолютно верно. Вот с какого... Ну, какой народ назвал это поселение Улу-избат? Я сейчас добиваюсь этого. Я не знаю. Да. Ну, ясно. Ясно. Вы же перечислили один из этих народов. У-мы-ки. А, кумыки? Ну, кумыки, как правило, они жили на мизинности, как такового. То есть, самые высокогорные считаются вроде бы аварцы, если я не ошибаюсь. Самые высокогорные. У нас сел очень много. Очень много сел. У каждой есть сел. И у каждой нации может быть по несколько сел. Понимаете, да? И как я знаю, как я рекомендую, аварцы самые высокогорные. А кумыки, большинство жило на мизин, на... То есть, на внизу гор. То есть, я как помню. Я как знаю. Вот так. Как правило, Дагестан запшил историю полностью именно. Далеку-то не завоевывал. Понятненько. А вы себя кем идентифицируете? Индентифицирую? Я никем себя не идентифицирую. Я знаю, что я Даргинец. Даргинец. Да, Даргинец. Это тоже такой народ? Да, нация. Нации. Даргинец, да? И вот из Бирбаш как раз считается более Даргинским горлом. Потому что здесь много Даргинцев. Я же с самого начала вас за это и спрашиваю. К какому народу он относится? Вы что-то по истории Даргинцев, может, знаете? Нет. Такого ничего прям не знаю. Ничего не знаете? А что? Почему? Ну, такого прям особо ничего, да, не знаю. Ты как? Это вы же Даргинец. Я Даргинец, да. Я знаю свою фамилию. Но как такового я по работе и в командировках часто бываю, и сидела, и у меня не бывает всегда времени походить и поизучать историю моей нации. Я знаю только историю своей фамилии и не более. Ну, а у вас в школах, там, в университете... Да, преподают, преподают. Преподают и Даргинский язык, да? Или там кумынский, но зависит от того, что за школа. Вот. И историю, конечно же. Ну, так что, у вас там ничего не рассказывает? Ну, в основном, я как знаю, но единственное, что я знаю, большинство Даргинцев произошли от персов. Угу. Интересно. А что означает вообще Даргинец? Как переводится? Нация. Нация, она переводится как, секунду, наверное, как деньги, потому что, как правило, Даргинцы очень сильно любят деньги. То есть, деньги? Угу. Интересно. Странно, что вы, конечно, этим не интересуетесь. Это же ваши, ваши родимые, ваши родные. Дарган. А, в переводе как Дарган. Дарган, Дарганит, Урбаган. То есть, это Даргинское слово. Это мои самоназвать. То есть, мы сами себя так и назвали. Дарга, да? Дарган. Дарган. Да, наш язык так и называется, Дарган. А, ну, Дарган, да. Это как Адыгия, Адыгия, да, что-то такое я слышал. Так что же Дарган означает? Деньги? Нет. Здесь не сказано. Это мы самоназванцы. Мы сами так себя назвали. Ну, так правильно. Вы же не просто так себя назвали. Значит, по-моему, там, причина. Я вот его читаю. Вот дореволюционный исследователь Пётр Услар отмечал, что слово Дарго, Дарагва, общее название для нескольких бывших округов, таких как Акушо Дарго, Уцме Дарго, Каба Дарго, Буркун Дарго и других, которые, быть может, происходят от Дарх. То есть внутренность в противоположность внешнему. В народном представлении самоназвание Даргинцев связано с корнем Дарк или Дарх, внутренность, нутро. Таким образом, предки Даргинцев считали своей отличительной чертой, что они населяют какую-то внутреннюю часть гор. И это должно было отличать их, по-видимому, от жителей каких-то внешних, наружных земель. Несложно. Ну вот. Вроде не сложно. Ну, не сложно. Да я не успел даже загублить. Я этим, честно представить, не интересался. Да, это мой косяк, я согласен. Я так не должен был делать, но, к сожалению, так получилось. Да, к сожалению. А что мы все обо мне? Давайте о вас поговорим. К сожалению, это уже точно. Да, как хотите. Сколько вам лет? Двадцать два. А, двадцать два. Получается, на два года старше я вас. Вообще, чем занимаетесь по жизни, что-либо еще? Кем-то работаете или YouTube ваша основная работа? По жизни, ну, видите, вот. С вторжения России в Украину стал заниматься исключительно общением с россиянами. Все. Ну, это я уже понял. Заметил скорее. Ну да, да. Слушайте, я вижу, как вы очень сильно сдерживаетесь. Сдерживайтесь. Не сдерживайте себя, давайте. Чего сдерживаешь? Что именно я должен сдерживать по отношению к вам? Ну да, я же вижу, я же вижу вот это. Ну, честно, это легко заметить. Честно? А почему, ну, объясните? Почему, что именно я сдерживаю и почему это заметят? Ну, я не знаю, то ли агрессию, то ли еще что-то. То есть я вижу, как вы сдерживаете все то, что у вас внутри, у вас это сильно, очень сильно кипит. Как правило, дагестанцев такой не принтер. Вам психологом быть не получится. Я вас хочу, да. Сложновато вам с этим, конечно, но ничего. Может, если навыки будут, ну, то есть постоянная практика, возможно, она исправит это. Не будьте насколько самоуверенным. Вот просто свет на будущее. Самоуверенность всегда убивает все... Пока что моя уверенность в себя и в моего бога пока что не приватными к чему-то плохому. А, да? Ну, ладно. Окей. Пусть таки. Если... О, кстати, пушок. Если вам так везет, то это... Ну, это хорошо. Это хорошо. Доброе доверие. Везение, а может быть, упорство. Упорство, да. Вы где-то работаете на каком-то... Да, я работаю. Упорством. Занимаетесь? Да. Чем? Если не секрет. Ну, не прям упорством, а просто... Чем я занимаюсь? Я занимаюсь тендерами, аукционами различных товаров, грузов, воссалами, грузоперевозками крупными. Угу. Ясненько. Ясненько. Это, знаете, мне просто как-то прискорбно, вроде представитель такой интересной нации, дорогинца, про которую я вот только и услышал только что. А вот понятия не имеете вообще ничего про свою историю. Вот это на самом деле очень прискорбно, потому что это заканчивается всегда бедами какими-то. Народ, да, народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего. Слышали такое, да? Ну, смотрите, я вам так скажу. Как бы там ни было, я уже знаю того, что как бы там ни было, но такие нации, многие такие нации из Дагестана, они пропадут. Язык их не пропадет. Это я знаю. С этим я смирился. Потому что нация не такая уж и огромная и не имеет такой огромной культуры, которая была за собой последователей прямых. Это я с этим смирился. То, что я не знаю полную историю своей нации или нации других народов, да, я виноват в этом. Я с вами согласен. Да, это мой косяк. Я не должен был так делать. Я должен был изучить сосудную нацию, потому что я сам являюсь представителем этой нации. С этим я согласен. Ну, так получилось. Вот так вот. Но пока что вы единственный человек из-за 7-24 года, который так тщательно расспрашивал что-либо про эту нацию. Да. Да, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что когда-то украинцы тоже жили в своем наивном понимании происходящего своих соседей, скажем, ну, с соседями своими, своими, как когда-то украинцы называли россиян своими братьями. И вот в один момент все закончилось резко для украинцев, но не для русских, не для россиян. Все закончилось войной с 14-го года, началось резко. Никто не понял, как. Все считали россияна русских братьями, и никто не думал. Да, я понял. Как вас зовут еще раз? И это от нашей необознанности, от нашей наивности. Поэтому, когда вы что-то не знаете, вы будьте готовы к... Ну, 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 стрёмно, стрёмно, стрёмно. Потому что, ну, кавказский, понимаешь, я вот, ну, просто взял себе тут банально, вот взял медаль, медаль, посмотрю, вот медаль за взятие Чечни и Дагестана. 1857-1859. Вот эта медалька, она выдавалась людям, которые занимались этническими чистками тех же Дагинцев. Почему так было? Потому что эти Дагинцы не хотели свою землю отдавать, ну, нападавшим, оккупантам, врагам, как, ну, как угодно, назвайте их там на своем языке, как это озвучить. И они за это поплатились очень жестоко. Теперь же они их ничего не обучают, наследников этих людей. И, ну, как бы, знаете, так недалеко до рабства, если кратко. Поэтому, да. Поэтому это грустно, это грустно. Как вас зовут еще РСМ, могу узнать? Да, я же вам отвечал, или нет? Леонид вы? Ну, давайте будем Леонидом, спартанским царем, который как раз-таки отставил свою Элодину. Мне нравится. Хорошо. Хорошо, Леонид. Я не знаю, может быть, настоящее ваше? Не, не настоящее. Лео. 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 А, Лео. Да, хорошо, Лео. Лебенок. Это, смотри, я очень рад. Более того, я очень дружусь, что есть человек, который так хорошо знает историю. И более того, и увлекается. Это очень классно, это очень хорошо. Молодой парень, я думаю, у тебя хорошее будет будущее, я только за, да? Но я тебе скажу так, ты выбрал чуть-чуть не такого человека для проведения диалога в такой формате и на такие темы. Ты же видишь, я не тот человек, который так сильно хочет в интернете что-то свое доказывать и в интернете спорить с кем-то. Я не такой человек. Я, если я обсуждаю какие-либо темы, то обсуждаю их на те темы, которые я смогу как-либо поддержать. Это раз. Два, которые мне будут интереснее. Три, не в интернете, а обсуждать лично. Лично с человеком. Потому что в интернете кто угодно, можно сказать, что угодно. И ты никак не докажешь. Ты даже, ну, своего рода, так скажем, позатыльник не дашь. Если уж сильно хочется. Так что смотри, Лео, Леонид, Лев, короче, у тебя счастье, удача. Я пойду. Почему? Потому что я не смогу поддержать ту тем, на которую ты так сильно хочешь поговорить. Ты меня понимаешь? Да, да, конечно. Я же говорю. Понимаешь, я просто хотел что-то добавить. Что я имею в виду, что плохого. Что может привести плохого вот это незнание о собственной истории. Так то, что когда ты можешь там где-то посмотреть в новостях, в сводках, дорогинцы на СВО, то это ты будешь удивляться, как эти люди попадают воевать за чужую землю и погибать за чужую землю. Вот это следствие незнания истории. С самого начала. Знали бы они, здесь бы не было. И таких народов очень много. Да, в принципе, ты можешь быть свободен. Не держу. Может быть, это ваша правда. У меня своя правда. Третья правда, четвертая. Своя правда. То есть, как таково, истинно, истинно, истинно. Которая вот прям точно так, как она есть. 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 Невозможно. Нет, невозможно. Есть, есть. Невозможно, братишка. Только человек, который понятия не имеет про какие-то разные версии, может говорить, что истины не существует. А тот, кто знает все, все версии со всех сторон, он всегда найдет истину. Поэтому не нужно. Если бы истина была, если бы существовала на нашей планете такая вещь, как истина, была бы одна религия. Понимаешь, о чем я говорю? Гитлер, 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 Гитлер плохой человек или хороший? То Гитлер, Гитлер, конечно же, это же геноцид, это ужасно. Мы же не можем знать, истины нет. Да, и мы не можем знать, и мы не можем знать. Так, может, он неплохой? Может, он неплохой? Может быть, он вот о чем? Видишь, о чем я говорю? Так вы же сразу уверенно сказали, вы же сказали сразу, что он плохой. Я так верно. Это и есть истина. Это и есть истина. Он плохой человек за свои деяния, как ли так? Ну да, логично. Это истина в его дела. Ну, не знаю, какой по сути это был человек. Человек реформирует его дела. Вы верно говорите. Ну, в принципе, да, логично. Тут я тупану, согласен. Ну, ладно. Лев, Сигр, короче, за банком целый. Тебе удачи, всего хорошего. Я погнал, потому что у меня курица в духовке приготовилась. Прекрасно. Да. Тяжелый случай.